Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый изи от компании TechMill, с вами ее автор Артур Диатуллин. Сегодня мы с вами разбираем европейскую и британскую валюту относительно доллара. У нас вчера появились очень важные и интересные новости по американскому доллару, которые вызвали достаточно неоднозначную реакцию. Давайте посмотрим, что вчера случилось. Вероятно, вы следили за этим отчетом, следили за экономическим календарем. Самым главным событием была, конечно же, инфляция в США, базовая инфляция и общая инфляция. И, разумеется, они удивили нас с положительным сюрпризом, отклонение вверх и здесь, и здесь, получается, месячная инфляция также выросла. На самом деле, все к этому шло, мы с вами это обсуждали. У нас в США и в Китае данные, которые вышли чуть раньше, показали, что производственная инфляция, то есть инфляция цен на промежуточные товары, то есть не на конечные товары, которые дальше используются в цепочке производства, они показали положительный сильный скачок, который превзошел ожидания, как в США, так и в Китае. И, в общем, это обычно является предвестником инфляции в конечных ценах, что, собственно, и произошло. Мы видим, что в марте инфляция превзошла в прогнозы. И вроде бы, вроде бы, у нас есть история с тем, что долгосрочные банды в США, вот эти трежерис, да, казначейские облигации, они очень сильно реагируют сейчас на риски инфляции. Ну, то есть, если у нас выходят данные, которые подтверждают, что инфляция ускоряется, либо ускорится в будущем, это подстегивает инфляционные ожидания. И, понятное дело, что если у нас есть инструмент, который приносит фиксированный некоторый поток платежей, то есть облигация, более высокая инфляция в будущем, это значит, что в будущем потоки платежей по облигации, их покупательская способность, инфляция будет их разъедать сильнее. Поэтому они должны стоить дешевле. Это все должно было выражаться в том, что цена на облигации на трежерис долгосрочные падает, когда у нас падает цена облигации, растет доходность. Другими словами, ожидалось, что данный отчет, данные значения, превышение прогнозов, вот сверху именно, да, положительный серфейс должен был вызвать рост доходности от долгосрочных бандов. Ожидалось, что произойдет именно так, при этом, учитывая положительную связь американского доллара с доходностью, ожидалось, что и доллар вырастет. Но, но, к удивлению многих, произошло обратное. У нас вчера индекс доллара как раз-таки на данных. Вот здесь примерно произошел релиз. Вот здесь у нас он начал очень резко снижаться, быстро очень снизился, пробил 92, ушел ниже. И сейчас там держишься без каких-то намеков даже на возвращение. В то же время, в то же время, по доллару, по доллару, по евро-доллару, мы увидели следующую картину. У нас на выходе данных, точнее, давайте так, перед выходом данных у нас был вот этот паттерн. Вот этот паттерн, у нас был флаг, он формировался. И как раз-таки на выходе данных по инфляции произошел, произошел рост пары евро-доллар в соответствии с сутью паттерна, с его значением. Это паттерн продолжения. И да, тренд продолжился, мы вышли вот сюда. И, в общем, мы приблизились к критической области. Сейчас мы поговорим, да, что это значит, что это за критическая область, и как вообще тут нужно пытаться отыгрываться. Но вот давайте сразу замечу, что у нас остальные данные не только инфляция. Вот это неоднозначно. Но и другие данные показывают, что доллары сейчас все меньше и меньше нужно покупать, нужно осторожно относиться к покупкам доллара. У нас есть данные COT, вот эти данные по фьючерсам, которые еженедельно публикуются. Там публикуются позиции спекулянтов, позиции маркетмейкеров и прочих, и прочих. В них как раз-таки указывается в целом остановка CO относительно тех, кто хочет покупать и продавать доллар. Так вот, если вы следите за этими данными, у нас чистая позиция спекулянтов в этих данных, она приблизилась к нейтральной. То есть там практически по доллару не осталось шартов, осталось лишь 2% от открытого интереса у нас шартов. В общем, посмотрите данные, COT данные, посмотрите то, как изменялась чистая позиция по доллару спекулятивной. Там сократилось большое количество шартов и там нет пространства сейчас для шорт-сквиза. То есть, возможно, у нас рост доллара, который происходил, да, здесь долгое время, это был какой-то шорт-сквиз, да, у нас были шартовые позиции, они выходили, меньше давление со стороны шартов, рост доллара. Сейчас вы хотите уже никому, никому, а доллар подбирать никто не хочет. И это все ведет к тому, что один из факторов повышательного давления в долларе, он вот ликвидировался практически. При этом, смотрите, второй фактор, у нас ФРС, да, она, сколько ее вот уже подначивают, подстрекают, чтобы она заговорила о начале ограничения скупки активов, ну, то есть, когда примерно можно ожидать, что она перестанет текущим объемом скупать активы, постепенно будет сворачиваться в программу. Нет на это намеков, продолжается заявление о том, что будет скупаться текущим темпом, пока не будет улучшений. То есть, вообще никаких, даже малейших моментов, а то, когда будет скупка активов закончена. Ну, и еще один момент, это, естественно, восстановление в Европе. Мы знаем, да, что у нас на этой неделе, на прошлой неделе вышел ряд данных очень хороших по еврозоне, которые показали, что постепенно они там от локдаунов избавляются, постепенно восстанавливаются после локдаунов. И это означает, что экономическое восстановление, оно будет более синхронным. И как раз-таки несинхронное восстановление, США лучше Европа отстает, это было фактором спроса на доллар. Сейчас как мы видим, этот фактор, он теряет значение, потому что восстановление становится более синхронным. Как я уже заметил, мы здесь отработали у нас по евро-доллару флаг, приблизились, внимание, вот здесь, к уровню 1.1960. Ранее мы с вами обсуждали, что это у нас пересечение вот такого вот, сейчас будет ли видно, нет здесь, вот такого вот нисходящего коридора, который у нас длительное время, это вот прям с коррекцией, с пиковой коррекцией до евро-доллар в этом году, который у нас тянется. И пересечение вот этого, соответственно, уровня, который при пробое, когда мы ушли вниз, вниз, опять здесь отскочили, он уже стал у нас сопротивлением. Когда мы вот уж стукнулись, ушли вверх, прошили вниз, все, у нас уже сопротивление, мы вот ушли ниже, здесь отскочили, вернулись, собственно, сюда. Да, вы следите, да, за ходом мысли, за ходом рассуждений. Собственно, мы приблизились к пересечению двух этих уровней, ну, с точки тех анализа, пересечения двух вот таких вот уровней, верхняя граница трендового коридора нисходящего, плюс вот здесь горизонтальная поддержка говорит, что здесь должны быть, что здесь должны, видите, как-то посопротивляться, не пустить выше. Поэтому, поэтому, токсически я бы сыграл так, точнее, я уже играю так, значит, короткая, длинная, точнее, позиция у нас по евро-доллару в расчете, смотрите, что будет уровень у нас 1.20, на момент мы вот здесь дойдем до уровня 1.20, затем, затем нужно будет следить за таким моментом, как закрепление выше вот этого коридора, выше вот этой линии. То есть, если мы возвращаемся сюда, отбиваемся, держимся несколько дней, мы получаем вот это закрепление, получаем выше вот этого верхней границы трендового коридора, это говорит нам о том, что, возможно, у нас возобновился долгосрочный, среднесрочный, точнее, среднесрочный тренд евро-доллара вверх. И это все, вот это все была коррекцией, мы вышли за вот этот нисходящий, наконец-таки, коридор, мы вышли за него. Вот, собственно, если такое происходит, если мы закрепляемся выше этого уровня, то нужно вот рассматривать именно какие-то среднесрочные покупки, потому что, на мой взгляд, это будет важным сигналом. Вот, а пока тактически-тактически, это вот ожидание, что на момент мы все-таки дотянемся до уровня 1.20, затем здесь будет какой-то от круглого уровня отбой вниз, да, и смотрим, будет ли там закрепление или нет. Ну, собственно, вот, мы как бы, я вот вышел с уровня, получается, чуть выше 1.15.85, чуть выше получается, 1.15.89, да, мы рассматриваем как раз-таки с коротким стопом здесь, я поставил уровень 1.19.430, с коротким стопом я рассматриваю как раз-таки тактически, что вытянут евро-доллар выше, вытянут к уровню 1.20, и там уже мы отыгрываем вниз и смотрим, собственно, вот это, будет ли здесь закрепление выше вот этих пересечений этих двух уровней или нет. Если будет удачно, я будем говорить о том, что рассчитывать, что какие-то среднесрочные покупки по доллару, они вновь обретают смысл и нужно их рассматривать. По фунду доллару давайте рассмотрим тоже ситуацию. Вчера у нас вышли новости, что главный экономист Центрального банка Англии Эндрю Халдейн, он покинул должность. Это очень известный на самом деле ястреб в комитете тех чиновников, кто принимает решения в Центральном банке Англии. И уход экономиста, уход этого человека означает, что путь к повышению ставки будет более долгим, потому что меньше сопротивления будут встречать те, которые будут говорить, нет, ставку нужно поддержать ниже, подольше, не нужно торопиться, раз ястреб ушел. Да, вот это нужно иметь в виду. Поэтому, собственно, у нас фунт вроде бы оказался под давлением, но основной фокус у нас остается на темпах вакцинации в Великобритании, где, в чем Великобритания, на самом деле она очень преуспевает, я вам так скажу. Ну, вот среди последних новостей, вот можно на самом деле выделить одну очень замечательную новость, факт уже, что более половины взрослых в Великобритании, они уже получили, собственно, вакцину. И смотрите, это что означает? Раз они получили вакцину, то, ну, понятное дело, они могут открывать экономику, снимать ограничения намного более увереннее, быстрее. И именно вот эта скорость снятия ограничений, она оправдывает, фундаментально оправдывает более сильный фунт, более успешную, более хорошую, прибыльную динамику британских активов, что будет привлекать инвесторов в британские активы. Это будет оправдывать сильный фунт. И смотрите, у нас с коррекцией от уровня 1.40, похожая ситуация, как и с евро. У нас вот здесь очень много заложено вот этих рисков, связанных с локдауном, что он продлится, что будет замедление из-за этого и так далее. Все еще эти риски не ликвидированы, во фунте они еще есть, но в то же время у нас время показывает, что шансов на то, что эти риски материализуются, все меньше и меньше, потому что хорошо продвигается Британия в плане вакцинации. Вот этот момент нужно держать в голове, и поэтому, поэтому, на мой взгляд, покупки с учетом сложившейся ситуации, оправданной все-таки покупки по паре фунт-доллар, я рассматриваю, на самом деле, границу, верхнюю границу, также вот этого трендового коридора, будет ее тест, также смотрим на какую-то там динамику, будет ли она напоминать закрепление или не будет. Если мы уйдем все-таки ниже, то, наверное, стоит не торопиться с покупкой фунта, но если мы закрепляемся выше, собственно, от этого уровня, 1.38492, если мы выше уходим, то это уже опять вот эти, получается, вот эти максимумы, мы уже их рассматриваем, ну или, по крайней мере, вот этот уровень, уровень 1.40, там уже основное сопротивление будет разворачиваться, вот это вот нужно иметь сейчас в виду по двум основным парам, такой вот расклад наиболее логичный для меня кажется, если есть у вас какие-то замечания, вопросы или комментарии, да, по данному расходу, я буду рад с вами их, это обсудить, поэтому пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, я готов к обсуждению. На этом я завершаю свой обзор, всего доброго, торгуйте профит. Субтитры сделал DimaTorzok